Всем доброго дня! С вами Аркадий, мы в Канаде. Сегодня я предлагаю с вами обсудить тему возможности выезда в Канаду через курсы английского языка. Вроде бы тема, казалось бы, такая базовая, которая касается очень многих, но мы с вами почти ее не затрагивали, а вопросы мне приходят каждый день. Итак, какие сегодня вопросы я предлагаю разобрать? Ну, во-первых, кому подходят курсы английского языка в Канаде, кому по возрасту подходят, да, прежде всего? Как можно, какую визу получают, можно ли сменить статус, можно ли искать работу, находясь на курсах, выбирать колледж, нужно ли в Канаде, уже когда проходишь курсы, либо нужно заранее выбирать колледж, который пойдешь после курсов, или можно вообще поменять на рабочую визу, подать на иммиграцию. Кстати, спрашивают, как иммигрировать через курсы английского языка. Цены на курсы спрашивают. Спрашивайте меня, сколько стоят мои услуги по оформлению? Тоже вам расскажу немножечко. Жилье, питание, значит, какие школы я рекомендую, какая интенсивность курсов подходит, какие школы хорошие, дешевые, можно ли устроиться на работу во время курсов, после курсов, искать работодателя и так далее. Поэтому я предлагаю сегодня обсудить максимум детально. Если мы что-то не успеем с вами затронуть, если мы что-то не обсудим, пожалуйста, пишите в комментариях ваши вопросы. Я жду ваши вопросы, мы постараемся их максимально разобрать. Ну и, конечно же, оставлю все ссылочки для связи под этим видео в описании. Итак, по возрасту. Одни спрашивают, можно ли отправить ребенка, там, 10 лет, например, на курсы, а мне находиться вместе с ребенком. Либо спрашивают, а как мне поехать на курсы, если мне уже 40 лет. На самом деле можно и то, и другое, но я вам должен сказать так, что большинство канадских языковых школ принимает детей от 12 лет. Потому что в Канаде до 12 лет ребенок практически даже не может в лифте один ехать. То есть всегда нужно сопровождение. Что касается взрослых, то для любого возраста, абсолютно для любого возраста есть курсы. И многим курсы нужны. Искать в Канаде работу без английского языка и подавать на ПМЖ без английского. Вообще жить здесь как-то, ну, это почти невозможно. Это очень-очень сложно. И, естественно, этот путь через курсы английского многим может подойти. Спрашивают по поводу визы. Нужно ли получать разрешение на учебу, либо можно приехать по туристической. А многие те, кто уже где-то что-то читали, знают больше. Знают, что можно приехать по туристической визе. И многим оформить туристическую во взрослом возрасте проще, чем учебную. На учебную визу, естественно, посольство интересует, действительно ли вы едете учиться. Почему во взрослом возрасте вы вообще там решили поменять специальности или пойти в колледж и так далее. С курсами все более понятно. Английский язык нужен всем. Но кому дают туристическую визу обычно, да, то есть вам скорее скажут лучше иммиграционные консультанты. По моему опыту, естественно, те, кто едет в студенческом возрасте, да, то есть школьном, в студенческом возрасте визы дают идеальные туристические и учебные. Дальше, те, кто может показать историю туристических поездок в разные страны. Потому что те, кто едет туристом в Канаду, это люди, которые уже увидели мир. И если у вас английский язык совсем нулевой, может быть, есть смысл поучить где-то в одной стране, в другой, потом уже в Канаду ехать. Но, конечно же, с хорошей визовой историей туристическую визу получить не так сложно, если у человека есть еще также хорошая работа, связь с родиной, да, в каких-то других проявлениях. Ну и, конечно же, есть деньги и на эту поездку, и что это не последние деньги, которые человек готовил поставить, гостов поставить на кон все, лишь бы попасть в Канаду хоть через курсы английского языка. Теперь по поводу смены статуса. Очень многие спрашивают, как приехать по туристической, поменять статус на учебную, можно ли это сделать? Значит, опять же, если вам нужен юрист по смене статуса, так как самому это может быть тяжеловато сделать, пожалуйста, пишите, оставляю ссылки в комментарии к ролику. Но, для связи с такими юристами, но по опыту студентов, с которыми я работаю, поменять статус учебного, извините, с туристического на студенческий, на учебный, на стадий пермит, могут только те, кто закончили программу по своей программе подготовки в ВУЗ. И, как правило, эта программа минимум 8 недель. То есть, минимум они должны брать 8 недель. Во всех остальных случаях, насколько я знаю, нужно подавать документы за пределами Канады. То есть, даже находясь в Канаде, нужно отправлять документы на рассмотрение в США для получения канадского стадий пермит. И я вам могу сказать, по опыту, те, кто подает через США, отказов немало. Да, то есть, не так, что вот если вы там в России, то там отказывают взрослым на учебу, а если подаете из США, то всем 100% дают. Нет, отказов тоже немало. Из тех, кто подает внутри Канады, отказ тоже может быть на смену статуса. Те, кто окончили 8 недель подготовительный курс, необходимый для зачисления в ВУЗ. Но, за последние 2 года, я видел только лишь 2 отказа в стадии пермит. При этом люди брали разные учебные программы. Здесь, как бы, мотивационная уже составляющая была менее важна по опыту, чем, ну, опять же, финансы все равно проверяют, да. И вы должны понимать, что если вы меняете статус туристического на учебный, на стадии пермит, то это тоже ожидание, это тоже процесс. Это тоже 2-3 месяца, в зависимости от того, когда, в какой сезон вы подаете. На сайте Министерства гражданской иммиграции всегда можно проверить, сколько сейчас, как долго сейчас рассматривают документы. Но это не быстро. Во многих колледжах разрешают начать учиться уже, да. То есть, если вы закончили курсы английского в Канаде, минимум 8 недель, как я говорил, ну, кто-то год, кто-то полтора, зависит от вашего уровня. Естественно, нужно протестироваться сначала. Подали документы на продление. И вот с бумажкой, что документы на смену статуса поданы, многие колледжи уже разрешают сразу начать обучение без ожидания. Как правило, это частные колледжи, это законные, это возможно, да. То есть, но иногда нужно достаточно времени для этого иметь на смену статуса, чтобы перейти с курсов английского на колледж. Теперь по поводу работы. Работать во время курсов английского нельзя, неважно. Меня вот спрашивали, а правда ли, что если курсы при колледже, то можно, а если курсы при языковой школе частном, то нельзя. Нет, нельзя ни при колледже, ни при частной языковой школе, ни при государственной, ни при какой. Право на работу просто студентам таким не выдают. Неважно, туристическая виза или стади пермит. На курс английского, если вы в дальнейшем планируете учиться, можно сразу на родине получить стади пермит, если вы можете доказать, опять же, свою мотивацию, средства и так далее. То есть, не обязательно вначале выезжать только по туристической визе. Но начать работать можно будет только тогда, когда человек переходит именно на обучение, на академическую программу. В этом случае нужно будет получить social insurance number. Это документ, ну как и ННН, скорее всего, у вас на родине, который позволяет работодателю отчислять за вас налоги. Можно ли выбирать колледж уже в Канаде, находясь на курсах? Или нужно определиться заранее до выезда? Каждый день у меня проходят консультации, когда люди хотят приехать, английский у них еще слабый. Они вроде как хотят эту программу, но не уверены, может эту и так далее. Если у вас есть время, если вам нужен длительный курс, если ваш уровень еще средний, вам может быть учиться полгода, а может быть и больше кому-то, конечно, в этом случае есть смысл выбирать программу, уже находясь в Канаде, внутри Канады. По какой причине? По той причине, что вы пообщаетесь здесь с людьми, вы посмотрите город, нравится вам, не нравится. Может быть, вы в другое место хотите переехать. Может быть, вы заведете друзей и с другом куда-то пойдете учиться. Но если вы едете на минимальный курс английского языка в Канаду, то, конечно, крайне желательно выбрать уже дальнейшую программу обучения в колледже заранее. А для тех, кто хочет приехать в Канаду на курсы английского языка и искать здесь работу, я вам могу сказать так. Это будет, скорее всего, проблематично. Но я уже говорил, да, это примерно как искать работу дистанционно. Например, те, кто в IT-сфере, они могут найти себе работодателя, который их здесь будет поддерживать, на рабочую визу ждать и так далее. Если человек, например, открывает свой бизнес и сам себя нанимает на работу, такие варианты тоже сейчас есть. Конечно, это тоже можно делать, приехав на курсы английского языка. И это будет наилучший вариант адаптации в стране и так далее. Потому что это просто необходимо. Следующий вариант. Это люди, которые ищут работу по рабочим профессиям. Сантехники, электрики, дальнобойщики. Уже, ну, дальнобойщиков уже обсудили. У меня целый плейлист. Посмотрите, я оставлю ссылочку в описании к этому ролику. Много было видео про дальнобойщиков. Но точно то же самое касается сварщиков. То же самое касается специальностей, по которым для поиска... Как бы люди востребованы, но для поиска работы нужно получить сначала местный сертификат. То есть нужно получить местную лицензию. Red Seal это может называться по каким-то специальностям иначе. И вот находясь на курсах английского языка в Канаде, можно, например, учиться на эту же лицензию на права дальнобойщика. Или по какой-то другой специальности сдавать его. Искать работодателя и менять статус уже после этого. Здесь это не так просто. Зачастую нужно выезжать из Канады для смены статуса. Но уже имея английский язык и имея лицензию, найти такую востребованную работу, работу руками, ее будет гораздо проще. То же самое касается нянь. Но с нянями другая проблема. Все знают, что сейчас программа иммиграции довольно простая для нянь, для сиделок. И здесь, как бы, если вы на курсах английского языка, вы можете найти работу. Но вы не можете сразу начать работать. Работодатель должен ждать длительное время. Иногда полгода, год, пока вам оформят документы. Поэтому в этом случае многие идут в самые недорогие частные колледжи, где учеба может стоить всего лишь несколько тысяч год. И можно платить частями, да, из своей уже зарплаты. И они таким образом могут учиться и работать одновременно. Но это очень полезно. Они получают, кстати говоря, вторую профессию. Потому что работать всю жизнь няней, особенно с проживанием на минимальной зарплате, это сложно. Но параллельно у них готовятся документы на ПМЖ. И приехав на курсы английского языка, они смогут и найти работу, и получить профессию вторую, и получить ПМЖ в итоге. И тоже касается рабочих, кстати говоря. То, что мы обсуждали насчет дальнобойщиков, сантехников и так далее. Для них открывается несколько раз в год квота, когда они могут через экспресс-энтри подать заявление на программу иммиграционную для рабочих. И при наличии хорошего английского, при наличии контракта на работу, для них этот процесс гораздо более простой. Друзья, я обязан просто еще раз сказать, что я не юрист, не иммиграционный консультант, не адвокат. Я не имею права вам рассказывать детали всех иммиграционных программ. Поэтому, естественно, если я это делаю бесплатно, как какой-то, как делюсь информацией просто, что происходило у других людей и так далее. То есть здесь никакого призыва к действию нет. Но если вам нужен нормальный юрист, который по-настоящему вас проконсультирует, возьмет ваше дело в работу, то я оставляю все ссылочки для связи в описании к этому ролику. И оставляю, конечно, ссылочки для связи со мной. Потому что меня тоже спрашивают, сколько стоят мои услуги по оформлению на учебу. Многим не нужны иммиграционные адвокаты на данном этапе, на юристы и так далее. Нужна просто регистрация на курсы. Ну, ребят, с моей стороны было бы смешно убрать за это деньги, потому что, ну, это довольно несложный процесс. Но для того, чтобы вас зарегистрировать на курсы, нужно разобраться, какие у вас дальнейшие цели. Какие вам курсы больше подойдут. Кому-то нужны курсы, там, где побольше, например, культурная программа и они хотят с ребенком приехать. Кому-то нужны курсы, которые готовят в конкретные вузы. Нужно выбирать курсы либо при этом вузе, либо курсы, которые сотрудничают с этим вузом. Кому-то нужны курсы в конкретный частный колледж, чтобы быстрее перейти, закончить программу и так далее. Вот. И, ну, конечно, многие хотят оценить какие-то свои шансы на то, чтобы достигнуть вот этой цели, да, то есть поговорить. И вот это поговорить занимает много времени. Я не берусь, там, подавать чьи-то документы, если человек поступает не в мое учебное заведение, да, потому что если кто-то поступает в тот колледж, где я работаю, без проблем. Конечно, я всех консультирую, занимаюсь этим в свое рабочее время, абсолютно нормально. Правильно? Что где заполнить, где какая цена, где какие скидки и так далее. Вот. Ссылочку по поводу стоимости консультации я, опять же, оставляю в описании к этому ролику. Поэтому, если кто-то просто вот искатели информации туда-сюда, ну, я не справочный, у меня нет возможности. Я отвечаю всегда в комментариях к видео. Поэтому в комментариях к видео, кому нужна бесплатная информация, пожалуйста, пишите. Меня, кстати, спрашивали, какие школы хорошие. Вот такой тоже был вопрос. Я могу сказать так. У меня есть личный опыт обучения. Я в Канаде учился в школах Omnicom, которая сейчас Stafford House владеет этой школой. Я учился в школе iLuck, которую многие знают. У них очень большой маркетинг на пространстве постсоветском. И многие агентства ее предлагают. Я учился на языковых курсах при Университете Торонто. Я работал в языковой школе Study English in Canada. Сейчас она работает под брендом Sprott Show English Center, что-то такое. В колледже, в котором я сейчас работаю, есть курсы английского. В колледже, в котором я до этого работал, есть курсы английского. И у меня весь спектр моего общения, это, конечно же, люди, которые работают в учебных заведениях. Поэтому, если кому-то нужна информация по поводу того, какие школы лучше, то, конечно, лучше это решать на консультации. Я не могу сказать, что есть одна школа, которая лучше для всех. Есть школы самые дешевые. Есть школы, которые обычно, ну, скажем так, довольно хорошие и дорогие. Но на них есть сезонные скидки и так далее. Вот про все школы, которые я назвал, я с удовольствием смогу вам рассказать. Также у меня работают знакомые в школах, не знаю, там, CES, ILSC, SJC. Короче говоря, огромное количество школ. Temwood, CLLC. В общем, много-много-много школ. Вот, поэтому школ много в разных районах. То есть, все зависит от вашего желания. Где школа? Интенсивность. Интенсивность для того, чтобы вы приехали как иностранец, она должна быть, конечно же, фуллтайм. Нет смысла ехать сюда на уроки, там, 10-15 часов в неделю. Хотя по туристической визе это можно. Лучше, конечно, брать 20, 30, 40 уроков в неделю. То есть, такие большие курсы. Хорошие школы, нормальные, стоят примерно 300 канадских долларов в неделю. Это средняя цена. Бывают и выше некоторые. А некоторые дают сезонные скидки. Или некоторые дают скидки только для СНГ. Только, там, для России или только для Европы. Потому что им нужно национальный микс поддерживать и так далее. Например, летом очень много испаноязычных приезжает. Из Испании приезжает, из Латинской Америки. Что у них там очень жарко. Но в Канаде как бы для них спасение летом. Вот. И, конечно же, летом могут быть скидки для СНГ. А, например, для Испании может быть цена, наоборот, как на высокий сезон. По поводу жилья. Жилье грубо. Тоже вам нужно рассчитывать на 300 канадских долларов в неделю. Не важно, какой это вариант. Самый дешевый. Это комната в семье с питанием. 850 канадских долларов. Обычно 250 стоит подбор такого варианта жилья. Если человек едет, хочет жить в общежитии. То, например, в крупном городе за те же 850 долларов будет койко-место или комнаты. В лучшем случае отдельное в общежитии, но без питания. То есть, общежитие всегда дороже. Если вы едете на более длительный срок. Может быть, есть смысл с кем-то здесь скооперироваться. Снимать уже комнаты, квартиры. Ну, как бы здесь каждый сам выбирает. Как понять, на сколько, на какой период вам приезжать? У каждого разная ситуация. Полный курс английского языка в хороших школах, нормальных, где-то полтора года. В таких обнаглевших, которых вас там хотят держать максимально, на учебе курс, конечно, может быть намного дольше. Честно скажу, иногда при государственных учебных заведениях бывают дольше курсы, чем при частных. В частных иногда больше интенсивность. Где учиться лучше? В частном, в государственном, при колледже, при университете или при языковой школе? Давайте отдельное сделаем видео. Потому что это большая тема. Я просто обязан вам рассказать разницу. Это как тема отдельной консультации. Вот. Но почти в каждой школе есть тест, который проверяет ваши знания до приезда. Есть тесты прямо коротенькие. У некоторых школ там типа 15 минут заполнил что-то. И якобы они определили, о нем сказали по полной. Там два года учиться. Но есть тесты иногда у школ более длинные. Некоторые школы делают и письменный, и устный тест. Некоторые делают письменные грамматические сочинения. И, конечно, они иногда более точные. Поэтому те, кто собирается в языковую школу, пожалуйста, не стесняйтесь. Обращайтесь ко мне. Я могу вам помочь с оформлением в учебное заведение. Я могу вам сориентировать, где пройти вот этот пробный тест. И вы сможете понять, сколько вам учиться. Но учтите, если когда люди там пишут мне, у меня уровень школьный. Школьный это обычно почти нулевой. Да. То есть рассчитывайте на год учебы. А год учебы посчитайте по 300, ну в лучшем случае по 200 долларов в неделю. Это довольно дорого получится. Да, то есть если кто-то, у кого-то уровень выше среднего, или вы уже сдавали IELTS, или какие-то другие сертификаты, то, конечно, бывает попроще. Как я говорил, минимальные, да, вот именно курсы для зачисления чаще всего 8 недель. А если говорить, для зачисления в колледже и университете, плюс этих курсов, что берут без IELTS, без TOEFL. Если человек достиг уровня необходимого, берут без IELTS, без TOEFL. А если вы просто хотите приехать на курсы английского, посмотреть Канаду, либо там, не знаю, искать работу, но мало будет приехать на короткий срок, то многие школы берут от двух недель. Ну, в Канаду лететь так далеко, что разумнее, конечно, как минимум на месяц ехать. Но здесь каждый решает сам. Все. Я надеюсь, это видео было полезным, интересным. Не хочу его сильно затягивать. Пишите, пожалуйста, ваши вопросы в комментариях. Постараемся сделать новый ролик уже на основе ваших вопросов. Кстати, кто у меня смотрел, было видео про дистанционное обучение. У меня был такой как вебинар с директором школы SpeakSup из Чехии, которая проводит дистанционные курсы. Мы там проводили конкурс для розыгрыша бесплатного обучения онлайн. Онлайн с преподавателями индивидуально. Ну, во-первых, кому интересно дистанционное, перейдите на тот ролик SpeakSup. Посмотрите информацию, почитайте об этой школе. Для тех, кто выиграл в этом конкурсе, давайте я опубликую результаты в посте на этом канале. Потому что там был такой совсем небольшой конкурс, 5 победителей. И вряд ли стоит для этого делать отдельный ролик. Поэтому вся информация будет в отдельном посте на этом канале уже в ближайшие несколько дней. Всего вам доброго. Спасибо за внимание. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на этот канал, если вас интересует дальнейшая информация. Обязательно нажимайте на колокольчик. Будет много всего интересного. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok